Недавно прошло заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Высокие чины собрались в честь годовщины Международного дня действий против ядерных испытаний. Эту дату ввели по инициативе Казахстана еще в 2009 году. Перед собравшимися выступил по видеосвязи первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он заявил, что отказ от ядерного оружия – весомый шаг для всего человечества. Этой потенциальной угрозе не место в мире. Поэтому своим решением Назарбаев закрыл крупнейший ядерный полигон – Семипалатинский. Первый президент также отметил, что благодаря его волевому решению весь мир увидел решительные действия против ядерного оружия и также закрыл или законсервировал свои полигоны. Исходя из этого, испытания ядерного оружия прекратились. Все присутствующие на заседании подтвердили ведущую роль Казахстана в этом вопросе. Исполнительный секретарь организации договора о полном запрещении ядерных испытаний назвал решение первого президента Казахстана закрыть этот испытательный полигон смелым и необходимым, а также призвал международное сообщество продолжить свои усилия по искоренению самой разрушительной силы – человечества. Представитель МАГАТЭ подчеркнул важность продолжения совместной с Казахстаном работы по очистке территории и населения бывшего полигона. Агентство высоко ценит поддержку правительства Казахстана инициативы МАГАТЭ с банком низкообогащенного Урана и его ценный вклад в реализацию этого проекта. Другие участники встречи, в том числе постоянные представители Германии, Бразилии, Ирана, Украины, Латинской Америки и Карибского бассейна при Организации Объединенных Наций подчеркнули историческое значение решения о закрытии семиплатинского испытательного полигона. Постоянный представитель Казахстана при ООН в своем выступлении подчеркнул, что присутствие большого количества представителей государств-членов ООН свидетельствует о твердой приверженности международного сообщества миру безъядерных испытаний и будущему безъядерного оружия. В рамках мероприятия в штаб-квартире ООН постоянное представительство Казахстана также организовало фотовыставку и видеопроекцию об истории и последствиях ядерных испытаний на семиплатинском полигоне. К слову, председатель Международного Института глобального анализа провел подробный разбор президентства Назарбаева. По словам эксперта, именно благодаря своему характеру и вере в позитивное будущее Казахстана и всего мира экс-президент сумел не превратить глобальные цели страны в мелкие задачи, которые помогали бы ему оставаться в кресле президента. Эксперт подчеркивает, что не стоит забывать, кто именно построил Казахстан таким, каким мы его знаем сегодня. Благодаря своему опыту и политической интуиции, Назарбаеву удалось удержать равновесие между крупными политическими игроками.